привет всем сегодня у меня снова распаковка товаров для маникюра с алиэкспресс здесь у меня шесть посылочек небольших давайте начнем первая посылочка ехала ко мне почти три месяца очень долго я ее заказывала уже очень очень давно это у нас зеленая краска от николь дарий это у нас номер 12 я уже пока ее ждала успела заказать себе другие лаки от the joy в прошлом видео мы с вами их тестировали такой цвет у меня уже получается есть видимо эту краску я тоже отправлю дочки но мы ее с вами в конце видео тоже протестируем следующая посылка шла ко мне шесть недель товар стоил 490 но был купон у продавца на 62 рубля в итоге 428 рублей я заплатила вот за такую баночку строительного геля от манаси номер 179 это камуфлирующий строительный гель очень его хвалили и он у меня наверное месяца три-четыре уже в корзине лежал я все ждала когда же на него упадет цена цена была что-то там от 500 до 600 рублей в общем дождалась скидку заказала а сегодня зашла посмотрела сколько он теперь стоит и теперь стоимость баночки пятьсот девяносто три рубля плюс еще и доставка стала платная 144 еще доставка то есть в итоге за 740 рублей можно приобрести теперь вот такую баночку 30 миллилитров строительного геля мне кажется это очень дорого манаси немножко подофигели зазнались видимо откроем его с вами чуть позже и протестируем это посылочка ехала ко мне восемь недель тоже был какой-то купон так значит здесь я заказала себе еще один не он в прошлый раз мы с вами выкрашивали яркая фуксия не помню пятый или шестой номер заказала себе еще вот розовую 4 а это у нас гель лаки из серии серебряная кошка gs вот сейчас я их вскрою покажу вам поближе вот они наши лаки давайте по порядку сразу какой у нас цвет неончика ой очень яркий очень светло розовый такой красивый выкрасим а вот в этих я в них изначально не разобралась у продавца они все как бы под серебряной кошкой показаны и поэтому я думала что это цветные какие-то витражные витражная основа и в ней серебряная кошка но чуть позже я поняла что я заказала два обычных витража розовый и голубой это основа просто под эту кошку так что еще спустя пару недель после этого заказа я заказала себе также серебряную кошку которую я еще не дождалась выкрасим с вами сегодня этот витражик посмотрим как они смотрятся на прозрачных типсах и также решила вам показать свою покупку это уже с wildberries заказала себе две каучуковые базы камуфлирующие по 7 миллилитров вот название на лицевой стороне веб гин бьюти а сзади у нас указано виргин бьюти сша не знаю как правильно в общем разливает в казахстане 12 месяцев можно после вскрытия пользоваться номера вот такие вот этот более розовый густой у меня в комнате сейчас холодно мне кажется что очень похож на мой камуфляж который у меня сейчас на руках а на руках у меня чайная роза от runel свет стоили недорого что-то рублей по моему по 130 и вот 724 номер это более бежевый более такой телесный но тоже мне кажется довольно натуральный сегодня мы с вами тоже выкрасим на прозрачные типсы это посылочка ехала ко мне всего пять недель что для такой стоимости я считаю это очень быстро отслеживание не было никакого и здесь у меня 5 разных втирок от born pretty и вот такой мешочек мелкого мелкого черного блеска покрупнее блеск у меня такой есть а этот я заказала себе чтобы смешивать оба размера крупные блестки мелкие блестки и добавлять в гель-лак таким образом буду делать йогуртовые гель-лаки здесь 5 миллиграмм в пакетике теперь давайте откроем втирки вот такие втирки вот эти три под номерами 5 8 и 4 это из серии радужных вот таких вот как втирка призма у меня раньше уже были розовая и сиреневая которые я две брала лотом это был розовый шестой номер и второй сиреневый решила да заказать себе еще вот такие три цвета потому что втирки мне понравились протестируем их с вами позже к этим втиркам у нас идут спонжики еще одна втирка такой у нее номер и здесь у нас хамелеон красно-фиолетовый тоже это втирка идет со спонжиком и вот такая втирка это вообще стоило копейки 31 или 32 рубля тоже какая-то голография вообще даже я не уверена что это втирка может быть это просто посыпушка посмотрим с вами также на нее в конце видео поподробнее следующая посылка шла ко мне ровно месяц четыре с половиной недели без всяких купонов без скидок это у меня продукция от бьюти люкс в подарочек вот такие вот наклеечки здесь у меня четыре лака это магазин старый бьюти люкс который бьюти люкс outlet почему я заказала в нем у него во первых немного ниже цены чем в новом магазине но при этом старый магазин почти не дает никаких ни купонов ни скидок у них вот идет только чистая голая цена ни в каких акциях они не участвуют но я себе заказала повторно вот такой лак из зимней серии голубой кто смотрел мои предыдущие видео знают что вот этот лак мне пришел разбитым а в новом магазине бьюти люкс of store этой серии нет вообще поэтому пришлось мне делать заказ старом магазине вот такой у нас голубой с голографическими блестками лак выкрашивать я его не буду я вам просто покажу уже выкрашенный на типсах вот у меня такие пять цветов из шести второй зеленый я не покупала вот они голографические блестки очень красивые лаки делала я уже с ними маникюр девчонки в восторге блестят сногсшибательно и еще в этой посылке у меня три вот таких вот цветных гель-лака эта серия просто голографические блестки такой в темной цветной основе я докупаю себе небольшую палитру из этой серии и решила заказать часть из этой серии в этом магазине часть в официальном магазине чтобы у меня этот вот лак один-единственный в посылке не шел чтобы он быстрее доехал ко мне давайте же посмотрим что у нас здесь за цвета 159 это темно-синий такой с мелкими голографическими блестками 165 это розовый также с голографическими блестками 167 это серебряный тоже в нем голографические блестки выкрасим тоже с вами чуть позже и моя последняя посылка шла ко мне тоже один месяц это уже посылка из официального магазина бьюти люкс и вот посмотрите какие разнообразные скидки у продавца есть скидка алиэкспресс работала какая-то была одна и та же распродажа месяц назад не помню еще и монетами 92 рубля и вот такая вот сумма вышла вы видите да что скидка огромная то есть выгодно покупать в новом магазине очень жалко что у них нет некоторых серий гель-лаков но вот например зима и здесь у меня 9 лаков из четырех разных серий вот эти первые два это в продолжение тех что я вам показала из другой посылки из старого магазина здесь у нас 160 темно-синий вот такой лак еще более темный чем 159 по моему тот скорее голубой на фоне этого и 168 должен быть черным да это черный эти четыре лака идут из неоновой серии вот такие номера такие оттенки у нас серия не он у бьюти люкс имеет мелкий золотистый шиммер 2 номер четвертый номер пятый и шестой зеленый очень яркий лаймовый лак эти два лака идут из серии хамелеонов у меня уже есть пять цветов из 12 и хочу вам сразу сказать что это далеко не новая серия у кого-то есть у девочек смотрела распаковку выкраску и слышала ее версию что это новая серия в новом магазине на самом деле это те же самые 12 цветов просто у них поменяли нумерацию теперь вот серия а у и cr серия на самом деле это те же самые номера с 193 по 204 у меня вот такие вот два оттенка я вам позже на типсах покажу я их продублировала и так и и так название это вот такой у нас хамелеон ау-01 и ау-03 голубовато-розовый также с вами их выкрасим последний девятый лак это та самая серебристая кошка которую я у вина лиса жду уже два месяца убить люкс она приехала ко мне всего за месяц также ее с вами протестируем также в последней посылке у меня были вот такие подарочки вот это вот уже привычный такой подарок от beauty люкс маленькие наклейки и самое удивительное что также мне продавец положил вот такую вот замечательную краску для стемпинга без липкого слоя в подарок вы представляете это уже далеко не 30 рублей за наклеечку рублей 140 наверное она уже стоит очень жалко что этот цвет номер 13 белый у меня уже есть но конечно очень приятно что продавец стал такие класть щедрые подарки ну а теперь давайте приступим к тестированию сначала протестируем краску зеленую от николь дайри номер 12 довольно плотная на кисточке жиденькая отпечатаю на листик на котором за джой отпечатывала вот такая получается краска и на черном фоне это у нас краска николь дайри 12 а это у нас за джой 11 за джой намного плотнее и ярче вот это вот краска чем николь дайри николь дайри полупрозрачная строительный гель 30 миллилитров от манаси номер 179 вот кроме вот этих двух наклеек никаких обозначений нет больше нигде ну вот вскрыла я банку вы видите какое наполнение но баночка почти не имеет двойного дна то есть принципе геля здесь много цвет очень приятный такая средняя консистенция не очень жидкая но и не слишком густая и давайте его нанесем на прозрачную типсу холодно еще раз говорю у меня сегодня поэтому немного более густой гель чем я так понимаю должен быть приятный очень цвет полупрозрачный натуральный отличный цвет высушу покажу вам позже вот просох наш манаси прекрасно разравнивается даже в таком холодном виде в каком я его сейчас наносила цвет вот смотрите сами очень приятный но конечно стоимость его неоправданно завышена венолиса неоновая серия номер 4 вот по цвету мне кажется что он очень похож на номер 990 венолиса серия one step сейчас типсу достану сравним с вами так один слой в лампу вот наш не он чик в два слоя без подложки под топом также у меня вот был в прошлый раз еще не он номер пять и как обещала показываю вам 990 номер из однофазников мне кажется 990 он даже ярче чем этот неон ну может быть потому что тут типса молочная тут прозрачная венолиса витраж gs01 который я заказала по ошибке вообще такой бледный бледный полупрозрачный даже непонятно что у него там затенок в один слой бледно-бледно-розовый даже не розовый красноватый в лампу и та же серия номер пять чуть-чуть цвет по насыщение голубой но тоже очень полупрозрачный в лампу и вот они в два слоя под топом но не знаю может быть под кошку или сверху на окошку они мне пригодятся пока я еще не придумала им применение теперь каучуковые базы от вот этого виргин или випгин так первый номер 467 довольно плотный цвет прям в один слой хорошо камуфлирует прозрачный типс в лампу и 724 та же самая база но уже более бежевая тоже очень плотный плотный цвет в лампу и вот так эти каучуковые базы с wildberries смотрятся в два слоя 467 более полупрозрачная 724 более плотный номер и 467 действительно очень похож на чайную розу от runel мне нравятся такие цвета с легкой розовинкой по поводу их спиливание носкости еще пока ничего не могу сказать только недавно получила еще не работала ими бьюти люкс хамелеон ау-01 в старой версии он назывался вот так 193 номер выкрашу с вами вместе на черные типсы и потом покажу вам еще и на белый на белом фоне как они смотрятся такой получается зеленый зеленый с каким синим что ли по бокам ладно в лампу потом будем ловить и 2 хамелеон чик вот такой номер старой версии номер 195 голубой не пойму сиреневым что ли до розовато-сиреневые там еще частицы так в один слой в лампу и вот мои два хамелеон чика в два слоя на черном фоне 193 зеленый и синие бака у 195 синяя серединка и розовые бака вот это я вам показываю все семь своих хамелеонов вот посмотрите кому надо посмотреть номера какие были раньше какие стали остановите теперь давайте посмотрим на них как они меняют цвет это те же самые семь цветов только на белой подложке вот их номера и неоны от бьюти люкс номер 2 очень плотный лак даже без подложки посмотрите как хорошо перекрыл типс в лампу номер 4 не такой плотный как предыдущий немного полосит в один слой в лампу г н 05 густые лаки или может быть опять же потому что у меня холодно но мне кажется они сами по себе немного густоватый в лампу и г н 06 лаймовый очень красивый цвет я вообще не фанат зеленых но этот мне очень нравится жалко лето закончилось надеюсь следующим летом они также будут в моде в лампу и вот они наши неончики в два слоя в лампе горят все меньше всех горит вот этот четвертый номер вот такой у них шиммер цвета красивые бьюти люкс серия голографические блестки номер 159 синий ну как я уже говорила есть еще более синий чем этот да он не такой синий как кисть и кажется на кисточке он все-таки голубоватый в лампу 165 цвет розовый в лампу 160 темно-синий тоже из-за блесток лаки очень густые в лампу 167 серебро красивый жалко что камера не передает всей красоты половину блеска этого она съедает в лампу и черный 168 очень темная подложка в лампу и вот они все в два слоя самый первый номер 158 у меня уже давно лак остальные вот сегодня получила пытаюсь вам ловить голографию и наконец серебряная кошечка мг-01 от бьюти люкс давайте сначала ее выкрасим посмотрим на прозрачный типсе основа ну насколько я вижу она прозрачная не знаю будет ли как-то цвет менять белый и попробуем сделать ей рассеянный вот такая красота получается в лампу и вот так она выглядит в два слоя на прозрачной типсе шикарный перелив и также хочу посмотреть как она смотрится на цветном вот взяла голубой 934 по моему от вина лиса и делаем блик вот такой получается классный цвет в лампу я думаю что кошки должны быть похожи и у бьюти люкс и от вина лиса которая мне еще не дошла давайте посмотрим для чего нужны вот эти витражи как продавец вина лиса утверждает что они именно нужны как подложка для этой кошки давайте посмотрим что будет ну интересно да но я думаю на ноготок камера начинает сходить с ума от такого блеска у кошки в принципе да задумка интересная теперь давайте попробуем с вами наоборот уже выкрашенную в два слоя кошку с рассеянным бликом перекроем витражом от вина лиса посмотрим как это будет выглядеть ну знаете в принципе очень даже неплохо цвет становится нежно-голубым тоже очень интересно выглядит эту посылку я получила вчера и также вчера вечером успела уже ею поработать сделала клиентки маникюр с этой кошкой на сиреневой подложке сейчас я вам вставлю кусочек видео в россии все заинтересованы в том чтобы установить истину в этой ситуации передает интерфакс несколько выросла надежду что германия предоставит в заключение экспертов ранее немецкие власти заявили что навалит игру первую туру оси ел голубые проведут 20 или 21 октября на этот раз групповом этапе лиги чемпионов впервые в истории сыграют сразу осталось нам с вами только быстренько втереть наши втирки опять видео у меня затянулось это был номер 4 от born пройти втираю в липкий слой топа да он остыл и уже втирка не втирается что же нам делать когда у нас топ остыл мы не успели втереть давайте покажу вам свой лайфхак я беру чистым ацетоном протираю топ холодный и заново пробую втирать все прекрасно втирается даже если ваш топ остыл сейчас я втираю в топ от от венолиса закаленный топ температеп вот такая у нас получается золотая втирочка следующая втирка призма 5 номер я буду ее втирать уже в липкий слой так как разницы в результате я не вижу но она капризничает с холодным топом давайте в отрем в липкий этими втирками все-таки лучше работать именно по липкости чтобы никуда не спешить не переживать что остынет топ вот такая пятая голубая это втирочка номер восемь средний такой цвет какой-то между серым и серебристым то же самое втираю в липкий слой топ с липким слоем от кани я вам его тоже показывала в каком-то из своих обзоров тут я вам показываю две типсы в тертые вот это первое идет в топ без липкого слоя которую я ацетоном протирала а вот это уже в липкость разницы нет никакой поэтому с этими втирками с капризными я предпочитаю не заморачиваться с топом без липкости и втираю их сразу в липкость а вообще в тирке красивые вот предыдущие мои две они правда вот эти на цветных гель-лаках выкрашены в тирке нравятся тем что они не меняют цвет и им не нужна обязательно темная подложка эту втирку хамелеон я буду втирать в давно уже остывший топ без липкого слоя она совершенно не капризная этой втирки обязательно нужна черная подложка но во всяком случае какая-то темная втирается вообще без проблем в любой топ без липкого слоя любой давности красивая втирка фиолетовым красным желтым переливается интересно на нее посмотреть под топом и последний мой порошочек вот так он в баночке выглядит его очень много он шел без спонжика собственного стоил я вам уже говорила там 30 рублей с небольшим вот такой номер я ее попробовала втереть в топ в горячий в холодный без липкого слоя она не втирается значит будем пробовать с вами именно в липкость что у нас получится с нею здесь у меня топ с липким слоем нанесен у ткани ну да вот в липкий слой и вот мои последние две типсы под топом первое действительно очень оказался красивый хамелеон желто-красно-фиолетовый как майский жук а вот это вот у нас посыпушка все таки ни разу это не втирка ни во что она не втирается садится только в липкий слой но на этом у меня сегодня все спасибо всем за просмотр пока пока